Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу показать вам последние покупки. Это уже будут покупки октября. И в основном они совершены в двух магазинах. Это Улыбка Радуги и Фикс Прайс. В Фикс Прайс я приходила по делу. Улыбка Радуги, это я собираю посылку. Но продукты, которые на посылку я вам показывать не буду. Покажу то, что я взяла себе. Что-то даже, может быть, какие-то продукты совпадают с тем, что я буду отправлять в посылки. Если вам это видео интересно, то оставайтесь со мной. Первое, что я хочу показать, это моя любимая, самая моя любимая сыворотка для ресниц. Вот такая вот у меня взяла голубом. Оформление. Это сыворотка 8 в 1 от Эвелин. Концентрированная сыворотка для волос, ой, извините, для волос, для ресниц. Эта сыворотка идет белого цвета. Я ее наношу под тушь. Тушь лучше работает. Ресницы более удлиненные с ней. Более объемные, подкрученные. В общем, очень хорошая сыворотка. У меня это сейчас с голубым колпачком 8 в 1. В использовании у меня с зеленым колпачком от Леночки. Леночка, привет тебе и спасибо. За сыворотку я и пользуюсь. Она мне очень нравится. Эффект действительно очень хороший. Советую попробовать. Эта сыворотка была по распродаже в Улыбке Радуги. Где-то, по-моему, 209 рублей при покупке двух вроде бы. Или 210. Ну, в общем, недорого. Потому что сейчас ее цена уже больше где-то подходит к 300 рублям. Следующее, что я вам покажу, это будет ополаскиватель для полости рта. Я брала на чистой линии. Мне он не очень понравился. Взяла себе листерин. Листерин у меня уже был фиолетовый. Мне он понравился средний. Но я буду попробовать этот вот свежий аммиат. Посмотрим, как он будет в нем. 250 миллилитров. И там было выгодно брать две штучки. Заявлено тут, естественно, как обычно, очень много. Но как будет на самом деле, никто не знает. Попробую сейчас приблизить. Вот, может быть, кому-то это нужно будет прочитать. В общем, такой ополаскиватель. Буду его именно пробовать. Не знаю, понравится или нет. Скажу уже в пустых баночках. Следующее, что я вам покажу, это будет покупочка из FixPrice. Во-первых, я там купила лампочку, с которой я пока никак не могу разобраться. Лампочки просто, которые у меня перегорели обычные. Я купила какие-то светосберегающие. Они, в общем, у меня не работают. Не знаю, что делать. Но у меня пока мужа сейчас дома нет. Когда приедет, думаю, он мне тогда уже сделает. А вот. Ходила-то я вообще в FixPrice из-за лампочек. Но увидела там щетки очень хорошие детские. И решила взять своему сыну на запас. Щеточка Ultra Dent. Вот так выглядит. Такая замечательная машинка красного цвета. И вот такая маленькая синенькая. Еще в подарок идет. У меня сын любит всякие такие штучки, машинки. Я ему решила взять. Она идет 3+. У меня ребенку 4 года. Ultra Dent Kids. Щетка зубная. Для детей от 3 лет. Здесь вот еще написано, что игрушка есть. И щетка с супер мягкими щетинками. Ну, мы посмотрим, как она будет стоила на 50 рублей. Я думаю, что если понравится, можно будет купить еще какие-то другие. Там и для девочек розовенькая такая была у нас завезена. Если для девочек, да, именно 3 лет такая розовая. Такая симпатичная. Там с каким-то зверьком. Вот здесь вместо машинки. И всякие разные. Там с обезьянкой. Еще с кем-то. Вот с обезьянкой. Может, я в следующий раз тоже возьму после этого, если это понравится. Вот. Вот такая вот щеточка. Она написана, что очень мягкая. Посмотрим, как она будет. И приобрела я 3 лака для ногтей. Я взяла сначала 1 лак для ногтей. Попробовала его. Цена и качество меня вместе, как сказать, сочетание цены и качества, да, меня устроило. Поэтому я приобрела еще 2 оттенка. Я говорю сейчас о лаке от компании Флормар. У нас это... Я вам сейчас, наверное, немножко приближения сделаю. Вот так выглядит оттенок. Эта компания у нас была представлена раньше в Улыбке Радуги. Но, по-моему, не было лаков для ногтей. У меня это номер FS35 Ticket Pink. Так выглядит оттеночек. Он сейчас передается чуть-чуть темнее, чем есть в жизни. Это такой розово-коралловый цвет. Очень яркий, насыщенный, красивый. Даже летний, я бы сказала. Но для поднятия настроение подойдет в любое время года. Очень свежий срок годности у этого лака. То есть он годен. Он сделан в августе 2016 года. То есть похоже, что на самом деле новинка. Срок годности 18 месяцев. То есть полтора года после открытия. И объемчик его. Я вам сейчас скажу, сколько объем. Так, 8 мл. Крышечка такая очень удобная, интересная. Сама кисточка мне не очень, конечно, понравилась. Но можно привыкнуть. Идет тонкая. Такая тоненькая. В первый слой этот лак немножко полосит. В два слоя уже он не полосящий. Держится примерно два дня. У меня все лаки быстро скалываются. Я пользуюсь всегда верхним и нижним покрытием. Но у меня все лаки быстро появляются на всех лаках сколы. Поэтому это тоже не исключение. Но где-то на сутки, на двое суток можно позволить себе такой яркий, классный оттенок. И цена этого лака была 70 рублей. Что недорого. И после его приобретения я решила взять, ну просто ходила и взяла себе еще два оттенка. Они сейчас у меня на ногтях находятся. Видно, что вот этот вот желтый, такой вот уходящий, немножко в оранжевый. Мне он напомнил цвет листвы сейчас осенний. Очень похож. Мне понравились эти оба лакосы. Ну а второй такой бежевый. Настоящий, как сказать, бежевый, который я очень давно искала. Он и не холодный, и не теплый. То есть он и не коричневый, но в то же время он не серый. Где-то между. Для меня это прям идеальный бежевый. Это я вот вчера, но у меня здесь это даже не скол. Тут просто чуть-чуть подперед ноготь сломался. Пока сколов нет. Эти два оттеночка вам покажу сейчас по порядку. Первый это вот давайте покажу желтый тогда. Номер FC, в общем 47. Этот лак в оттенке Лимончелло называется. Кисточка абсолютно такая же. Даже не имеет смысла, но в общем тоненькая. В один слой этот лак полосит. В два слоя он уже ложится вот, ну в принципе. Мне кажется нормально он ложится в два слоя. Могу этот лак тоже посоветовать. Мне эти лаки понравились. И последний оттенок. Это такой вот уже универсальный, как я говорю, ни сирый, ни бежевый. Я думала брать его, не брать. И вообще я думаю, что я не остановлюсь на этих трех оттенках. Там есть и другие очень интересные цвета, которых нет в моей большой, ну такой средней, даже небольшой средней коллекции лаков. Я, может быть, к ним тоже присмотрюсь. Это FC 42. Какой красивый кремовый цвет. Вот этот лак ложится даже в один слой очень хорошо. Он беспроблемный абсолютно. Подойдет он на повседневку и даже тем, кто, мне кажется, на повседневные дни, кто работает в офисе. Такой цвет. Сейчас покажу вам, как он на кисточку набирается. Очень хорошо. В общем, лаками этими я довольна. Более-менее за их цену. Ну, конечно, стойкость у них не очень хорошая. Ну, в принципе, эти лаки неплохие. Могу их посоветовать за их довольно-таки бюджетную стоимость. Просто хотелось мне попробовать оба, поэтому я их решила сочетать. Уже вам решать, понравится это или нет. На мой взгляд, что неплохо. Вот эти два оттенка вместе сочетаются. Они идут довольно так в теплой гамме. Мне понравилось, как они сочетаются. Именно вот на сейчас это как бы листья, да, у меня такая ассоциация. Желто-оранжевая, это как бы земля. То есть, как раз очень осенний получился у меня маникюр именно для меня. Глянец у них средний, они не очень блестящие, такие хорошие для ежедневного использования лаки. Стираются они, вот этот лак я стирала обычным средством, очень хорошо. Вот это и все, наверное, что я хотела вам рассказать, чем хотела поделиться моими небольшими покупочками. Видео у меня будет где-то около 10 минут, недолго. Всем желаю отличного настроения, хорошей погоды, удачных дней, вдохновения в работе, не болеть. Я все еще пока болею по голосу, но разговорилась, в общем, получше. Потому что я пью чай, чай такой специальный, чтобы горло прошло, и прыску в горлышко. Ну, в общем, лечусь я в эти выходные. Еще раз всем большого здоровья, радости, счастья, удачи и до новых встреч.